по мере появления дмитрий приветствую вас здравствуйте джафар приветствую как-то так вот у нас прогнозами не задалось единственное что анатолий здесь прав абсолютно общем британии как-то говорят что игра была равна играли два говна вот здесь я недаром назвал что британский бокс дебилов ведь и в принципе здесь все сошлось точку ваши дмитрий джафар дмитрий ваше ощущение от поединка на реакфорте билям смит ну вот такое ощущение такое дядя юрий написали про цей поединок бокс и ну на буквы да их назвали ну от мне не понравилось так что я робил как порте меня разочаровал в том поединку в первом их поединку то он крашевая ляда вася мы зовсім уже некий спу пассивный мало выбрасывал дары нарушал правила ну а крис билян смит ну трохи краще за него бог у меня все поединок не впечатлило ясно джафар что ты скажешь я тоже согласен то есть этот бой абсолютно двух знаете дебил дебил это как есть обзывание есть диагноз вот у них был бы это клинический дебилизм то есть вышли два человека которые бомоксируют по случаю то есть как пойдет у них не было ни у одного из них я не увидел отчетливого плана то есть не у лига порхе который решил сначала использовать джеб потом почему-то от него отказался и перешел плинчевать на ближнюю дистанцию не билима смита который вообще не понимал чего ждать ожидать отряг порхе и тем не менее умудрялся его перерабатывать поэтому тут вообще в целом этот вечер боксом был трагический там еще был бой в крузервейте до них забой там чем берлин какой-то боксировал это вообще ну вообще желающие посмотреть эти поединки прошу прощения на телеграм-канал за рим шоу там все боевыложенные даже в более лучшем качестве поскольку тот человек который записывал у него более проблемы с интернетом что я от себя хочу сказать ну для начала что дебилы это дебилизм это как болезнь в принципе понятная вещь но существует крайняя степень дебилизма это имбецил когда мозговая деятельность загаял вообще будет она отсутствует реак форта ты высокий парень прошлых поединках ты довольно таки неплохо бросал двойки пользовался джеба во время контрил то есть ты мне как бы тип ты же один раз выигрывал билям смита но что тебе мешает второй раз это сделать нет он просто просил просил бросил боксировать и вообще не понимаю с такими ручищами с такой трапецией и вообще с таким ростом он казался мне подседать подходить без ударов сразу сразу клинчевать даже не такое впечатление что он настолько должен был проиграть что он даже не умел сыграть красиво вот построить свой сыграть свой проигрыш что он это делал все коряво билям смит это чувак который знаешь если про джонни руиза как-то говорил дон кинг он не имеет техники он не умеет двигаться у него нет удара но вы выигрывает то к этому добавить он не имеет всех этих трех качеств ночью и он выигрывает то есть это этот бой я я его я его я его ожидал большим интересом если честно потому что я хотел бы не казалось что реактор должен разбомбить билям смита но после третьего раунда я я я с ужасом понял что я теряю время то время я могу поспать либо там посидеть с пацанами там попить чайку там поговорить пошутить я мы просто теряю время и вот это вот весь вечер бокса кроме бена виттекера который в общем нарвался на еще одного дебилом шуметь как бы здесь у меня товарищ комендантского отделения он подошел посреди а чего а чего это он руки приклеил и почему он постоянно дергается корпус он хочет этим сделать под конец правда этот зара размахался но это уже было поздно хороший опыт как бы для бена виттекера что не все его комбинации как бы да не вся его игра на публику является общем как бы вещью необходимой иногда надо просто делать свою работу вот здесь в общем было мне приятно лично посмотреть как виттекер бросил понтоваться потому что опасно все таки присутствовала вот если вы хотите добавить что-то поединке виттекера готов вас выслушать и перейдем к следующему бою против виттекера наконец-то вышел чувак который отказывался падать просто и он не только я добавлю руки приклеил у него и ноги были приклеены то есть он ходил непонятно как циркулем в стиле уайлдера не знаю там не то что он бросил понтоваться он просто понял что нужно ему нужен финиш он пока не на том уровне где может забирать решение его будут хвалить ему нужен нужен финиш и он поднапрягся понял что у него не получится и потом опять начал понтоваться но и молодец что вполне спортивно реагировал на грязные действия со стороны соперника действительно показать дмитрий ну мне кажется что этот поединок показал то что итакер еще не готов к серьезной оппозиции он не смог этого дострочить тоже выживал в 12 но и так ничего не мог заработать он еще не готов к серьезным поединкам ну и так окей хорошо давайте тогда перейдем к еще одному фиаско в наших прогнозов это сабриэль мать и аслиам пару джафар я не насколько не расстроился если честно этому фиаско потом из-за того как пару просто отбоксировал я просто получал удовольствие я в силу того что бои шли параллельно посмотрел первые три раунда и я смотрю ну обычный сценарий по мать матис не супермен он не супер герой по нему попадают но потом он умирается переламывать ход поединка но проблема в том что он сам в это поверил вот боксер хорош ровно до тех пор пока он сам не поверит в то какой он крутой и какой он вообще классный и что бы ни случилось он сможет переламить ход поединка это случилось и с вайлдером это случилось сейчас и с матисом это когда-то я думаю случится с червон то и об этом попозже поговорим тут я не увидел абсолютно никакой подготовки у матиса к бою я увидел насколько отлично готов паро то есть ни одного ответа на то что делал паро а паро не делал ничего удивительно он просто ударял и смещался ударял и смещался он работал прямыми ударами когда смещался матис почему-то он отказывался делать шаг назад чтобы хоть как-то площадь это увеличить зрение чтобы паро после удара не сразу выходил из зоны из поля видимости а хоть он его видел и догоняющий такой удар выбрасывал нет паро выбрасывал двойки смещался когда надо он на ближнюю входить прям головой вперед так по-хорошему по-австралийски и матис был шокирован от этого я не знаю он даже я не видел ударов которые он особо вкладывался я не видел от него раньше вот этого животного желания то есть нокаутировать своего соперника он бросил работу по корпусу то есть даже тринидад у которого он не хотите увидеть от матиса он говорит я хочу увидеть апперкоты по корпусу я хочу увидеть работу по корпусу чтобы паро наконец опустится у руки потому что паро он действительно он весь бой держал руки у подбородка и корпус у него в принципе был открыт по нему можно было работать но матис из-за того что был я не знаю шокирован не шокирован он просто не был готов к этому бою а паро показал что он наоборот силос который нужно считаться что у него есть скорость рук он умеет готовиться соперника он умеет подстраиваться под разные стили и он может быть очень удобен для любого чемпиона в этой он показал непоганый поединок маттиас вообще конечно расчаровывал в том плане что ну все считали его грозой а тут оказалось и даже паро выиграл него там не лопес там не кто там еще таких известных боксеров а показалось что маттиас не таки то у меня и крутий боксер и него там не имеет сильного удара ну вот против такого бокса как паро он ну паро то что смог и то что и должен был сделать и он его перебоксировал не позволяющий его ну вот нокаутировать мне понравилось паро конечно визитом то что вообще никто не ожидал молодец спасибо я просто представлял когда это и елдаши выгнете прочим соперники биты матисом смотрели просто что я этого не делал я умею я этого не делал не когда я смотрел у меня была там как бы возможность сразу посмотреть и тот и другой поединок дочка и записывала но пацаны как бы мне поставили телефоны и мы сидели и смотрели на телефонах эти бои вот когда я спросил меня-то один товарищ спросил юра чон так долго выходит субриль матиас я горю ты знаешь у меня такое чувство лишь он ловит свою минуту славы потому что дальше для него будет горе вот он так долго выходил так долго самолюбовался что для порой это было уже как бы нормальным нормальным чувством это ты уже заколебал ты лошара блять и быстрее сюда и мое мое такое мнение что матиас попал в ловушку своей арены и своей собственной этом значимости он действительно поверил в то что он может в общем как бы забивайте сколько угодно мы забьем все равно больше потому что ну сколько нужно для побед он был полностью он не свой я не увидел того матиаса который бил дадашева который побеждал своих соперников это был чувак который заранее уже он в мозгу уже победил он уже выходил в ринг пониману с чувством что я уже победила этот австралиец то этот такой австралиец не делал ничего из того что может как бы восхитить он просто делал все своевременно отлично перекрывался он не 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 встревал в эти рубки он очень четко у него был очень классный тайминг он просто считал этого матиаса как третиклассник читает азбуку поэтому здесь если кто-то и виноват в проигрыше то это субриэль матиас и никто и никто и больше вопрос был 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 бы был победил бы субриэль матиас если бы он был мне на таком расслабоне не кажется победил победил потому что снова пора 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 не показал ничего просто просто знаешь как 10 хочется сказать на путь не 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 пара был плохо матиас был отвратительный вот порога если посмотреть любые поединки да это мужик с характером у него есть невысокая но весьма достойная боксерский стиль не техника даже стиль он не боится вот это самая главная вещь он не боится выходить в ринг против кого либо и он просто понимает что бокс иногда это просто очень очень тяжелый труд из раунда в раунд то что он победил это классно убрал убрал ли матиаса мне кажется что мать сейчас переосмыслит и станет злее вот ждем возвращение матиаса и посмотрим насколько пора общем как бы чемпион потому что завоевать это одно защищать это совсем другое вот хоккей поехали тарлас адамес террел гауша кого еще стошнило от этого поединка мне не очень понравился сам адамес но мне кажется должен был краще он то выиграл поединок должен был лучше себя появиться а ваше там покороче гауша как его там называют кто как он провел поединок мне не очень понравилось как он провел этот поединок провел там ну как на этот чемпионский титул то это поединок звестно что это был поединок среди киева но не чемпионского уровня эти два бойца мне сей поединок не дуже понравился джофар вот это тот случай когда вот чемпионский поединок показал все один бой показал всю ситуацию которая сейчас в среднем весе то есть где один чемпион там 40 летний второй дерется в пределах одного и того же промоушена с парнями стоп-15 уже третий четвертый поединок подряд и третий это адамес я просто надеюсь чтобы вот такие парни как ширас как его соперя аму вильямс они просто поднимутся и как-то перевернут эту ситуацию потому что это смотреть уже невозможно 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 смотреть как лара вырубает австралийских бомжей невозможно рассмотреть как алимханлы дерется тоже с бомжами и как адамес выдает спорные бои с ветеранами поэтому нужна этому весу молодая кровь ну мы теперь знаешь понимаем насколько сейчас шансу дженни бека забрать все четыре пояса в среднем весе просто знаешь то есть это как отобрать у ребенка конфету я я не ждал от этого поединка абсолютно ничего я просто надеялся что адамес будет за счет скажем так ну своего первого чемпионства вторых скажем так класса ну получше быть то есть более изобретательный он быстро уставал в опять же выбирал решение галушин в большинстве случаев как бы бояска ждал когда начнется атака чтобы принимать решение либо бежать либо клинчевать и если бы карл садами сработал бы больше комбинациями и проявлял бы большую инициативу разумную а не идиотские решения может быть бой получился а так ну получше чем билям смит но все равно галу следующий бой 1 по его вот я вот здесь вот не понял почему не дали победу 1 не непонятно так скептический джафар ну давай смотри гарри раз он проигрывает сто тринадцать сто четырнадцать сто двенадцать сто пятнадцать и побеждает сто восемнадцать сто девять это это к судим вопрос это не нет а смотри вот хорошо что делал поэлла поэлла чтобы чтобы вот тут на двух картах признали победителя он создавал рисунок он не попадал но он создавал рисунок боя этого судим был достаточно мне кажется а димитрий а ты что скажешь ну мне тоже сначала показалось что вроде должны были раз так перемогу там там вины не попадал суперник больше мне так кажется что можно было дать и расово чего так они решили я знаю что вот это же поэро то он был раньше чемпионом уже решили его вернуть опять ну я не знаю то есть поэлла я как бы там полглаза смотрел сначала этот бой мне было абсолютно не интересно что думал что рассел победит но когда я увидел результат я потом вернулся и я просто до сих пор не понимаю раз больше наносил ударов у него было больше скажем так качественной работы нежели у поэлла который педалил назад даже ну пытался он что-то скользить но это все педалье и бросание вперед там руки длинные со средней дистанции там сложно попасть такими оглоблями вот ну в оправдание скажем так результата если бы раз чуть-чуть дорабатывал вот ну а понятное ну было бы конечно покруче но рассел тоже понимал что если пойти пойти и добивать соперника там бросать еще ударов можно попасть под вот эти вот клешни которые выбрасывал поэлла в общем результат результат есть результат но как-то знаешь 118 109 это полный разгром и 115 112 113 114 точно непонятно по-моему знаешь у такое впечатление что судьи вместе с этим поединком ведь смотрели еще мать и особняти паром и немножко запутались оба наведа с гвоздик чувства чувства не знаю какие какие какое чувство ты испытал когда рассмотрел это будет джафар сначала разочарование от того что ну гвоздик откровенно ну опять же не дорабатывал ну понятно что он работал на пределе хотя мне каждый казалось поможет и тут а потом я задумался ну слушай этот молодой беновидос слава богу что не нокаут хотя бы решение такие чувства дмитрий что ты чувствовал ну всем поединку что что воздик не програм нокаутом звестно что он был молодец ну все знают что беновидос не владеет одним таким ударом чтобы сделать а воздик он против коротики проявил против бетербея ну того что удар а мне кажется что я подвесил этот противник мне кажется что беновидос может проиграть ну за титул в этом весе и в канелу есть шанс так что не так и там грозный цель беновидос знаешь когда я начал смотреть ну не проиграл на каву там а держав всякий миг то у них есть шанс ты знаешь я вот когда смотрел этот поединок у меня было жуткое желание мне эти напиться блять и такого состояния чтобы не видеть этот гвоздик откровенно работал на самосохранение вот он набрасывал удары он если там допустим в поединках когда он завоевал чемпионский титул и отстаивал он хотя бы атаковал и атаковал так мощно то здесь ни одного от него толкового удара которому который можно было считать силовым вообще не было выброшено такое впечатление что он знаешь как ломаченко набрасывает набрасывает но забывает ударить он настолько понимал что если он начнет атаковать и раскрываться он может ховануть и упасть что это его сдерживало он физически был если бы он так был готов физически поединку против бетербеева и функционально то еще попробую чтобы там с бетербеевым было вот но здесь конечно ну и бонавидосу надо отдать должное бонавидос прекрасно понимал что гвоздик может быть опасен он и не шел на добивание такое шумный каст прошлых каким самым же колебом план там мне кажется он прекрасно понимал что гвоздик функционально что гвоздик опасен что гвоздик может ударить поэтому он вот это вот и не включал вот этот режим терминатора уничтожителя мне мне кажется так постановка вопроса а вот бонавидос бетербеев беновидос бивал как вы думаете беновидос бивол мы увидели что беновидос не смог перенести ту мощь из супер среднего веса сюда и убивала уже был по опыт с дурдо рамиресом который сейчас вообще боксирует в крузерах поэтому я думаю пиво а что ты дмитрий скажешь ну наверно наверно все таки хочется чтобы била программ конечно не хочется мне тоже много чего дима дима у тебя интернет мороза но я хотела чтобы это виду била бонавидос ладно дима давай сейчас разбираемся с интернетом я увидел одно что била я дим дим вот и все я хочу сказать что по тому рисунку гвоздика против бонавидоса беновидоса против бивола нет шанса просто начался если он и гвоздика не мог ударить да ну хорошо не хотел рисковать для него это презентационный поединок для него важна победа я это все понимаю но мы мы вот если поставить вместо гвоздика пивола то это вообще будет трагедия к биллу нет не даст ему сблизиться для удара он перебегает перебоксирует и передистанцирует она просто перри перемелет по боксерским всем этим понятиям да дима мы тебя слушаем но ящу шоу бет беновидоса сказав шо у него там трамва пула пин площадь раму и тоганами баду ударе выбрасывать не знаешь правда чине ну так и факт есть у меня каждый раз когда надо идти в атаку у меня медь чешется право и право право ухо это не мешает но может быть вполне может быть то что он не наносил ударов но но опять же то есть до провел надежно там но опять же медь вот такой бонавидос я думаю что и батырбиев у него выиграет ну гипотетически да если мод возьмем батырбиева да почему потому что ббб удары держит он соперника преследует да он он не быстрый но он просто методичный он своим прессингом и умением защищаться и умением боксировать он соперника просто дима деморализует а потом нокаутирует если соперник очень драки в этом нет стряни в драку мне не попадет обивал это будет осторожно это будет нуднейший поединок но к сожалению где бонавидос будет выглядеть идиотно к моему сожалению где-то вот так ну а саша жалко конечно что сами проиграл но надежд на победу было очень мало ну и джерванто дэвис фрэнк мартин написали что джерванто дэвис это мини диантей вайлдер наши подписчики джоффар согласись и не согласись или это очень глупое выражение сравнение смотря смотря в каком смысле в смысле того что он может проиграть все раунды все один с раундов и в 12 бахнуть сто процентов но в плане навыков это небо и земля то есть у дэнта и близко нет тех наук которые дима что ты скажешь но я бы лучше принял бы до мини тайсон потому что то что там больше там похоже но не диантей вайлдером у алдера техника не такая и он как боксер тоже нияк и а вот джерванто мне подобается как боксер то что он там проиграет по очкам и он даёт сопернику показать себя а потом педла влияет и все что в этом поединке вас удивило не удивило разочаровала восхитила джафар значит во первых ничего не удивило потому что бои джерванто в последнее время уже становится как предсказуемое кино где он отдает первые три четыре раунда потом просто входит на дистанцию вырубает с левой руки разочаровала то что мартин почему-то решил заставить заставиться у канатов при том что это не не происходило в результате какого-то супер гениального среза углов от джерванто он просто сам решал остановиться потом пересмотрев я понял что он выжидал встречную левую которой он попал пару раз первых двух раундов но первые два раза получилось окей третий раз ты уже видел что ты ты попал вскользь соли ремонта попал тебе по корпусу тогда уже нужно перестать это делать потому что четвертый для него стал последний вот когда он сам застыл канатов четвертый раз стал детальным то есть он сам себя загнал в эту ловушку не сказать что он это сделал потому что он был изнимождён нет он выглядит свежим он двигался достаточно хорошо встречал двигался он в разные стороны что очень важно поэтому как-то дима что ты скажешь ну маркина вы назначали в себе так раз хороста коммировал а потом показалось что вообще там ничего особо но все все мы к 8 раундах там ну он таких там получают трендерей ну вот мне понравился джервонта девиз в том плане что от он ну вот как вы сказали что не предсказуем вроде все ничего не ожидаешь у него то раз и нокаут ну вот мне понравился 8 раунд там конечно ну хорошее исполнение от него мне было очень понравилось как выступает ну то да то что он ему даёт раунды но он мне кажется что это специально так делая чтобы тот соперник вымахался а потом уже в другую половину так само как и Ромера и все остальные ну вот они тогда устают и меня их подлавлю и зачем ему эти все раунды выигрывать если он это делается все специально для того чтобы сопернику показать что он что-то вроде бы сможет а на самом деле в него ничего не получается для соперника мне кажется это специально джервонта джервонта делает поединок сам вот когда вот говорят что типа соперник помогает делать поединок джервонта сам руководил он расставляет акценты он заставляет делать своих соперников то что соперники хотят делать либо думают что они это делают и у них это получается слушай ну в боксе пропустить удары получить синяк под правым глазом небольшая проблема давайте вспомним что гати вообще выходил нет рассеченный там окровавленный но победивший не в большинстве поединков но все-таки вот попасть по сопернику это такое дело но вторая ситуация что как только джервонта включался мартин не успевал он просто не успел и самое главное понимал прекрасно что вот те вот успехи которые у него были это просто случай случайность которую никак не может поставить на карьере на 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 рельсы постоянного и джерман то здесь соглашусь не знаю насколько джерман то вот ведет эту игру заставляя соперников поверить свою исключительную но 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 если он это делает он делает настолько гениально что что просто общем как бы ты его по этими поединками то просто восхищались а не минуты растерянности даже после пропущенных ударов он рядом с соперником пропущены удары мы видим что иногда просто соперники разрывают дистанцию стараются прийти в себя нет он у соперника он постоянно настроен на атаку даже если он не атакует то соперник вынужден находиться в напряжении потому что хрен его знает нет он сейчас будет атаковать или не будет атаковать это тоже психологическим лиц и истощает просто истощает вот ну и теперь самое главное в парам уже сказал что у шакура заканчиваются контракт если он продлит его с бобом ароман то поединок ломаченко да можно говорить но если он не продлит шакур стивенсон потом они будут двигаться к поединку ломаченко джирон тадырис жалко здесь нашего анатолия не было но он то здесь бы пораскидал бы как бы поддержку василия против джиронки тоже там у нас под каментами было очень много споры вот джирон тадырис василий ломаченко чего типа вася не даст ему так работать вата вася будет работать постоянно вася тоже имеет удар там вася опытнее вася лучше на ногах вот но что я ответил что зачем бросать кучу ударов если можно бросить 2-3 ударом эти соперника просто вы ваше мнение я хотел бы услышать будет поединок ломаченко дэвис не будет ваше мнение ломаченко против джиронты плюсы ломаченко минусы ломаченко ну естественно плюсы минусы джиронты в этом поединке дим давать но я думаю что от всем поединку явных говорит явно что не ломаченко я вважаю что джиронта ну я вважаю что джиронта его подловить на удар все с таким боксером как джиронта по силе ломаченко не боксовав а вот если он боксировал против таких соперников как лінарес если он тоди там падал то у джиронты есть хороший шанс а я на хочу что возможно с шакуром хочет провести поединок джиронта может быть и сей поединок но опять же это был при случае если шакур подпишет контракт селонхейман на пбс да хорошо джафар твое мнение тут можно аргументы в сторону опять же да я могу сейчас миллиард аргументов пользу ломаченко привести один контр аргумент удар дэвиса можете перечеркнуть вообще огромным крестом но если бы вася был форме своей лучшей форме то я бы кроме опять же удара не видел чем чем джиронта его возьмет потому что в этом бою с мартином кстати показал что у него присутствует проблема с вычислением левшей его присутствует проблема с соперниками которые двигаются от него не только в одном направлении то есть когда меняется вот эта траектория движения ему приходится больше времени уделять на то чтобы их закрывать в углу если ломаченко здесь будет умным если он сможет если он не будет сделать глупости вот когда вот давай я с ним зарублюсь а давай я войду на ближнюю с ним поразменяюсь то я не хочу я не могу списывать ломаченко никогда нельзя списывать ломаченко потому что мы с хэйни его списывали он да он проиграл но он дал ему бой джиронта может случиться то же самое в пользу джиронта можно привести его левый апперкот который лома очень часто пропускает левый апперкот не просто левый апперкот а апперкот задней руки в том числе когда он заходит за слабую руку соперника за сильную руку соперника вдогонку это еще придумал лопес такое нововведение против ломаченко апперкот у дэвис он летит ну просто по челчку пальцев и с первых раундов этот апперкот будет даже если джиронта не будет попадать по голове он будет лететь в корпус что ломаченко замедлит и сейчас уже в какой нынешней форме ломаченко замедлять его с начальных раундов это основной рецепт то есть ты сколько бы он не двигался сколько бы он не уходил сколько бы он не набрасывал после шестого раунда пойдет спад если к этому спаду домножить работу по корпусу в первых раундах то это будет не лучший исход для лома но возможно ломаченко соберется и просто на протяжении 12 раундов возможно ломаченко станет тем кого джиронта наконец не сможет поймать на этот удар и проиграет просто почти все раунды и наконец мы увидим что джиронту снести строна да еще и кто ломаченко но вероятнее всего на данный момент естественно выглядит исход джиронта нокаут я просто тоже как бы в этом дискуссии небольшой такой в комнатах я сказал что ломаченко он не просто постарел он стал старым он уже не может прессинговать постоянно когда против него соперник скажем так тот же самый камбосов который ведь просто середнячок без какой-либо техники прямолинейный как угол дома не компактный не пружинистый и вася его блин просто обходил просто джиронта сделает такой темп что вася вася возможно начнет задыхаться во вторых вася раньше всегда дирижировал поединками он был главным в ринге он диктовал темпо ритм он диктовал что сопернику делать то есть вот посмотри ты защищаешься а я тебя сейчас накормлю ударом по корпусу потом я тебе наброшу удары по голове и потом просуну левую там боковой как пусть вася всегда был хозяином в ринге и сценарий его работал вот эти два сбоя против хейни и против финал теофима лопоса это вася как всегда в своем репертуаре я думаю что я выигрываю я до сих пор уверен что я вы с джиронта их и это не сработает здесь опасе потребуется максимальная концентрация каждом раунде то есть вася должен вернуть себя на три года назад сможет ли он это сделать уже опять же вася постарел мон он выглядит лучше не потому что он тот василий ломаченко второму помню потому что соперники уже далеко даже для постаревшего васи далеки до его уровня джиронта это не тот парень поэтому я каждый выбирает себе кумира каждый выбирает себе то бойца за которого будет болеть и искать лучшие стороны и минусы у соперника поэтому я не хочется чтоб джиронта победил поскольку общем отличный американский парень с харизматичной улыбкой мэть и он нравится он нравится его любит камера мэть а вот эти вот все блять умные лица мэть и бесстрастные мэть типа я робот мэть и с православной мэть звездой волгу мэть это все херня полно так что я буду переживать радость приятного сюрприза когда вася мэть от джиронта от удара джиронта дэвиса замрет на канвасе но с другой стороны у вас себя действительно здесь я соглашусь есть шанс перебоксировать джиронта дэвиса и для васи на конец карьеры это будет величайший опыт окей вот мы и поговорили обо всем о чем смогли у нас получается в следующий четверг сейчас секундочку я включу календарь что-то открыл и тут закрыл и думаю зачем я закрывал так 21 рафаэле спиноза серхио санчо сломала монтро че ну слушай у нас все последующем 29-го тэфима лопес стива плагет и он франциска эстрада джесси родригес и 28 пятницу ламон рач против фаргала макрори WBA в первом легком весе так что интересно будет посмотреть готовимся к следующему четвергу 2100 готовимся в общем обсуждать анализировать эти поединки я вас благодарю если есть что-то сказать на окончании сегодняшней программы готова любите бокс и бокс ответим взаимности ну дима хотелось бы побольше таких поединки такие как оценик джермонта чтобы таких ну вот и рано интересно а поменьше таких як я и биляма смитно то конечно я скажу фразу которая всегда завершал трансляции любите бокс таким как он есть поскольку другого у нас нет всего доброго спасибо ребят берегите себя доброй ночи